Доброе ранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом Н49. Сегодня в студии Стас Чибриков и Лена Илюшина. Существуют волшебные слова для нашего мира, мира читателей и почитателей культуры, литература, кино и куда без критики в этом деле. Обо всем поговорим с нашим гостем Львом Наумовым. Доброе утро! Доброе утро! Лев Наумов – писатель, драматург, культуролог, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Главный редактор издательства «Выргород». Написал биографии режиссера Андрея Тарковского и поэта Александра Башлачева. Кроме того, Лев – исследователь творчества Александра Кайдановского, Терри Гиллиама, Кристофера Нолана, Сергея Параджанова, Дэвида Линча, Егора Летова и других деятелей культуры и искусств. Лев, не перечислить всех ваших направлений работы, но все-таки в первую очередь кто вы? Я думаю, по крайней мере, смею надеяться, что в первую очередь, безусловно, моя жизнь связана с литературой. Поэтому я думаю, что самая главная сфера деятельности для меня именно словесности. Ну, а все-таки, это вы больше писатель, редактор, критик. Издатель, опять же. Безусловно, писатель. Безусловно, писатель. Я пишу и художественную литературу, и не художественную. Так получается. Но, понимаете, когда ты работаешь в этой сфере, складывается ощущение, что все связывается в какую-то единую цельную канву. И это, наверное, одно из преимуществ, может быть, и каких-то особых свойств работы в сфере культуры. Вот вы критик. А как сами к критике относитесь? Достаточно спокойно, честно говоря. Чукча не читатель, Чукча писатель. Ну, бывает, что, когда выходит очередная ваша книга, очередное ваше произведение, вы специально ищете, что там про меня негативно. Ну, позитивное, понятно, да, там, лучше бестселлер столетия, там, и так далее. А негативное бывает, что ищете специально? Уже очень много лет не ищу ни позитивное, ни негативное. То есть уже, как бы, творю, а... Ну, вот без какой-то высокомерия, честно говоря, но в каком-то смысле просто мне в действительности несколько важнее сделать что-то еще, а не потратить время на исследование какой-то реакции на то, что сделано. Тем более, что так или иначе для меня важнее отвики читателей. А с читателями я встречаюсь на книжных ярмарках, на каких-то мероприятиях, и вообще через соцсети постоянно кто-то что-то пишет. А много приходит именно в ваших читателей? В достаточной степени, безусловно. А вот вопрос про читателей, ведь зачастую так бывает, они берут ваше первое произведение, потом второе и говорят, это не Лев Наумов, это что-то другое, это какой-то эксперимент. Нам не нравится или наоборот. Мне кажется, что это безумно интересно, когда автор меняется во времени. Поэтому, когда я слышу что-то подобное, я, честно говоря, скорее испытываю радость, нежели какое-то чувство неловкости. Потому что, ну, мне кажется, что... Знаете, Ольга Седокова, достаточно известный литератор и выдающийся, на мой взгляд, как-то сказала, что для каждого автора книга тем важнее, чем сильнее она его изменила. И это действительно так. Вот в частности, у вас лежит мой роман «Пловец снов». Я над ним работал, казалось бы, не так и долго, то есть года полтора, наверное. Но, тем не менее, я помню, каким я его начинал и каким я его закончил. То есть вот это из тех книг, которые достаточно серьезно меня, ну, даже, простите, мне это немножко вульгарное слово перелопатило. Да, поэтому мне представляется, что если читатель это тоже может отметить, это скорее преимущество. И читатель может отметить какие-то изменения, так сказать? Нет, конечно, я сейчас, я вообще стараюсь свои ранние первые книги не открывать, честно говоря. Стыдно? Ну, нет, конечно, устаревает в каком-то смысле, вот, даже твоя картина мира, да, которая так, поэтому... Вы когда написали первую книгу? Вот прям вот серьезно, чтобы вот книгу, ни из-за рисовки, ни очерки? В десятом, наверное, в девятом-десятом. В классе или... Нет, нет, в году, году, году. Да, да, я думаю. То есть, ну, в принципе, ну, давно уже достаточно. Ну, девять книг назад, да. А, девять книг назад. А которые посвежее вы можете перечитать или все равно свои? Ну, нет, вы знаете, вот как раз, на самом деле, одна из крайних моих книг на данный момент, она называется «Итальянские маршруты Андрея Тарковского». Это нон-фикшн, она посвящена, как вы понимаете, Андрея Тарковского, да, и Италии, безусловно. И Тарковского спрашивали в интервью, какой его фильм, мне нравится ему больше всего. И он всегда называл «Последний». То есть, это действительно. Но одно было исключение, связанное с жертвоприношением. То есть, после «Сталкера» он говорил, что «Любимый сталкер», после «Зеркало», что «Любимый зеркало», после «Солярис», после «Ностальгия», что «Любимая ностальгия», и после «Жертвоприношения», что «Любимая ностальгия». И это, кстати, одна из причин того, почему появилась моя книга, потому что мне кажется, что «Ностальгия» действительно – это картина, которая стоит особняком. Нет, понимаете, вот это вот сопоставление, сравнение того, что книги для автора и «Побязательно то, что дети», оно, с одной стороны, набило оскомину, немножечко звучит странно, но в этом что-то есть. Но ведь не всегда младший ребенок любимый. Ну, кстати, между прочим, сейчас отвечу и на это. Но, во-первых, чаще всего это так все-таки, не всегда, но чаще всего. А во-вторых, это и ответ на вопрос про критику ваш, потому что, какими бы ваши дети не были, вы все равно ими гордитесь. Равно ваши. Да, 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 поэтому это не так важно, что сказала воспитательница. Ну, есть родители еще те критики. Ну, да, это правда, это правда, но вопрос в том, они это выносят на всеобщее обозрение или это критика внутри семьи. Вот, знаете, когда, скажем, если мы заговорили о Тарковском, да, про будущие поколения, когда молодежь, как познакомилась с его фильмом, стали играть в компьютерные игры «Сталкеры», бросились смотреть, и тут разочарование. Ах, а где же монстры, а где автоматы, это не то. Вот, как думаете, если брать ваши книги вот через много лет, может ли возникнуть тоже, например, у тех же молодых читателей, я причем говорю уже лет через 30, если вы заглядывали, через 50 читатель, который знакомится с вашими сегодняшними книгами, может у него возникнуть какое-то разочарование? Или, напротив, вообще, насколько интересно будет через 50 лет современная литература, молодежи? Это, на самом деле, очень важный вопрос. Все дело в том, что мы живем, так сказать, на продолжении модернистского витка «История культуры», то есть можно приводить всякие слова типа «Метамодернизм» и так далее, но я не склонен это делать. Это так или иначе проявление того, что началось в начале 20 века еще. И за счет этого скорость развития и скорость изменения, динамика изменения кардинальным образом меняется. Все-таки очень часто вопрос актуальности, он даже не связан с картиной мира автора. Очень здорово сказал на эту тему «Оскрывают», он говорил о том, что реальные события – это те события, которых не было, это вымышленные события. Ну, то есть, скажем, Кавка и Пруст, в общем-то, более или менее практически современники. Но степень актуальности первого, со вторым, это не про картину, да, это во многом еще и про выразительные средства, это во многом вот про тот мир, который создается, и методику его осмысления. Не само осмысление, да, не само мысль даже, а вот сам подход. Вот. Поэтому, безусловно, я был бы очень рад, если бы по прошествии лет у меня оставались и находились читатели, и мне было бы интересно… Вы знаете, это же ведь способ, так или иначе… Литература – это способ общения, на самом деле. Так получается, что я очень часто читаю лекции по литературе и по культуре вообще, и по кино, и так далее. И мне часто задают вопросы, связанные с тем, а зачем? Зачем читать? Зачем вообще нужна культура? Вообще, какая функция у искусства? Если есть видеоролики в интернете. Ну, да, это отдельный вопрос, тоже могу прокомментировать. Конечно. Но, в общем, функция искусства – это большой вопрос, действительно. И если вы откроете какую-нибудь энциклопедию, связанную с культурологией и так далее, вы, как правило, найдете там перечисление десяти функций, которые, как правило, различают. Это терапевтическое, гедонистическое, просветительское, вплоть до политической, пропагандистской и гипнотической. И все их можно оспорить, на самом деле. Все они вызывают огромные сомнения, кроме одной. На самом деле, мне кажется, функция искусства одна. Это функция коммуникативная. Искусство – это форма общения. Общение, в частности, Роман Плавецнов в том числе и об этом. Это общение с человеком бесконечно далеким. Может, он настолько далек, что его практически для тебя и не существовало, но ты имеешь какой-то способ очень странный, очень необычный. С ним провзаимодействовать, что-то узнать, быть может, даже что-то спросить. И на самом деле это отвечает и на вопрос про практический смысл, помимо всего прочего. Потому что это то же самое, для чего мы общаемся. Всегда ли мы преследуем какие-то абсолютно конкретные меркантильные цели и так далее. Общение – это во многом способ времяпрепровождение, которое в идеале нас еще и обогащает. Причем обогащает не в материальном плане. Поэтому если рассмотреть на культуру таким образом, то я, безусловно, надеюсь, что у меня будут собеседники по прошествии многих лет. Но вот сейчас в школах же идет тенденция к тому, что классики, которых мы считали чем-то неотъемлемы в нашей жизни, уже считаются неактуальными. И предложено сдвинуть вот эти рамки временные, чтобы добавить кого-то современного. Как вы к этому относитесь? Слушайте, на самом деле преподавание литературы в школе – это моя огромная боль. Я очень много об этом говорю, и я проводил всякие эксперименты с самыми разными возрастными группами, потому что мне кажется, что то, как это происходит, это, конечно, паноптику. Но важно следующее. То есть безотносительно даже конкретно того, что вы спросили про изъятие и введение в программы, нужно очень хорошо понимать. Я работаю главным редактором издательства. Если бы сейчас Толстой принес «Войну и мир» в современное издательство, скорее всего, там не дочитали бы до конца. Это не потому, что я его считаю плохим писателем, безусловно, конечно. Но вот просто ситуация, она именно такая. В действительности это именно так. Ургенева бы взяли? Несколько больше шансов, на мой взгляд. Бунина взяли бы наверняка. Но про Набокова я не говорю. Ну да. Да, тут другая история. У Достоевского чуть-чуть больше. Вы знаете, это же извечный спор, извечный вопрос Толстой или Достоевский для каждого конкретного человека. Также, как, знаете, есть способ определения личности, задав вопрос, какой из трех городов ты больше любишь – Флоренцию, Венецию или Рим. Вот тут то же самое – Толстой или Достоевский. Для меня Достоевский так. И не потому, что я из Петербурга. По другим причинам. Ну и все-таки. Ну и все-таки, да. Вы это сказали. Да, 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 именно так. Я не думаю, что на самом деле, так или иначе, проблема преподавания литературы связана с тем, что там изучают архаичных авторов. Проблема, скорее, связана с подачей, с извечным вопросом о том, что хотел сказать автор и тому подобным. По большому счету, еще раз вам говорю, что если мы рассматриваем литературу, в частности, да, как... А мы продолжим ее рассматривать. Извините, что автора прерываю. Дело в том, что у нас небольшой перерыв сейчас, да? Мы посмотрим, что приготовили для нас корреспонденты телеканала «Энск-49». И вернемся к проблемам литературы в эту студию. Доброе ранжевое утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы погружаемся в мир литературы вместе с нашим гостем Львом Наумовым. Лев, такой вопрос. Как вообще относятся авторы произведений к экранизациям их произведений? И все ли хотят, чтобы их экранизировали? Все знают прекрасно, что Стивен Кинг за доллар готов продавать права на съемку. Ему дико нравится. Вот ваши к этому отношения. Хотите ли вы, чтобы экранизировали ваши произведения? И какую больше всего? Да. Безусловно, я не готов говорить за всех. Я, с вашего позволения, буду говорить за себя. Ну, конечно, кино – это волшебный мир, очень интересный сам по себе. И экранизация – это такой удивительный способ прочтения произведения, если угодно. У меня есть серия лекций про теорию экранизации. Экранизация – это своего рода перевод на другой язык, на язык кино, на визуальный язык. Не всегда удачный. Ну, как и любой перевод не всегда удачный, скажем прямо. Знаете, есть такая занятная ситуация, что Дон Кихот Сервантеса хуже всего на самом деле написан по-испански. Потому что Сервантес был довольно косноязычным человеком, да, а переводили его маститые филологи, да. Но величие этого текста в том, что он, в общем, от языка не зависит. Тут важнее как бы вот все повороты сюжета и сами персонажи. Поэтому, конечно, мне это очень интересно. Тем более я начинал как драматург. То есть у меня довольно… ну, не то, что много, хотелось бы еще больше, но, тем не менее, есть опыт работы с театром. То есть сценарии у вас тоже есть? Нет, у меня есть пьесы. Пьесы есть, да, да, да. И много с радиотеатром, помимо всего прочего еще. Безусловно, экранизация меня бы интересовала. И вялые разговоры на эту тему по поводу романа «Плавец снов», в частности, в определенное время велись. Но посмотрим, чем дело Бернерс. Ну, то есть не исключено, да, что где-то об обозримом будущем, учитывая стриминговые платформы. А может быть, это арт-хаус? Хотелось бы, я бы так сказал. Почему бы нет? Вот вы принесли еще книгу «Капитан Михалис». Это не ваша книга, это книга, которая издана вашим издательством. Да, то есть я бы сказал так, что из тех книг, которые написал не я, это самая главная для меня книга, которая так или иначе прошла через мои руки. Роман «Капитан Михалис» является центральным романом греческого писателя Никаса Казанзакиса, который патологическим образом малоизвестен в нашей стране, хотя фильм «Грек Зорба», например, в частности, все знают. Михалис – литератор, влияние которого трудно переоценить. Между прочим, вот вы спрашивали по школьную программу, он, в общем-то, в Западной Европе часто изучается в школе. Да, и это, как я сказал, его центральный роман. Когда Камю получал Нобелевскую премию за роман «Чума», он вышел и сказал, ребята, спасибо, это все очень приятно, но награждать надо было Казанзакиса, а не меня. Значение этого человека в действительности трудно переоценить, и на русском языке этот роман отсутствовал. Это первое издание? Да, да, да. Издание этого текста. Грек Зорба действительно переводил еще несколько книг, но центральный его роман, самый мощный, и, в общем-то, тот, который принес ему, ну, вот, ну, скажем, вот, придал это значение в литературе, да, он на русском языке не был известен вообще, и для меня действительно особое счастье, что мы его выпустили. Когда вы работаете как издатель, вы на свой вкус книги выбираете? То есть это обязательно, чтобы вам должна эта книга нравиться? Или бывало, что вы к ней равнодушен, но народ требует книги? Даже не то, что народ требует, понимаете, тут есть какое-то все-таки... В этом деле очень важный момент служения, если угодно, какой-то, да, вот, есть, возникает вот это вот ощущение внутреннего долга, или вот это ощущение, что надо, мне может не нравиться, скажем, да, но я понимаю, что эта книга должна будет хорошо, то есть, грубо говоря, ее как-то извлечь из небытия стоило бы, да, вот, если есть вот это понимание, это ощущение, то тогда я, по крайней мере, стараюсь всячески способствовать тому, чтобы книга появилась теми или иными путями. Такой вопрос, меня как человека достаточно далековато, но я никогда не писал, кроме в школе сочинения, когда два автора есть в произведении, ну, скажем, не знаю, там, братья Стругацкие. Или просто соавтор. Да, соавтор. Как вообще это происходит? Ты сегодня пиши первую страницу, я... Как можно вдвоем, Ильф Петров, да, допустим, как вообще можно вдвоем с кем-то, ну, вот, вы один сели, пишите вдохновение и так далее, а когда кто-то еще рядом ходит и вмешивается, там, нет, ты тут не так написал, да я перепишу, как оно происходит? Слушайте, насколько я понимаю, опять-таки, я никогда этого не делал, хотя у меня есть статьи в соавторстве, но это немножко другая история, да, и все-таки ситуация всякий раз индивидуальна. Вы упомянули Стругацких, потому как я писал о Тарковском, я много писал, упоминал, по крайней мере. Ну, конечно, да. И их тоже, то есть это уникальный творческий тандем, да, когда в действительности они дополняли и обогащали тексты друг друга, но важно сказать, что все-таки, как я понимаю, в подавляющем большинстве произведений, то есть нет произведения, которые реально написаны пополам, то есть, как бы, вот это соотношение 80 на 20, 90 на 10, в каждом, да, в ту или иную пользу, но тем не менее творческий союз, он сохраняет за свое наименование братья Стругацкие. Важно, вот что, я, безусловно, являюсь большим апологетом мозгового штурма, то есть мне, например, очень важно давать почитать свое произведение, да, или вообще как-то от него отключаться на какое-то время, послушать мнение со стороны, потому что ты понимаешь, что ты действительно, как я это называю, втираешься в текст, да, то есть вот ты уже становишься, ты уже не видишь его недостатки в какой-то момент, быть может. Поэтому, если у определенных авторов находится человек, с которым это можно делать постоянно в процессе работы, и, как бы, так сказать, не отвлекаясь от написания, то это, наверное, в каком-то смысле творческая удача, хотя, честно говоря, вот именно такой подход мне самому не очень был бы, был бы близок. Тут еще, понимаете, вообще, на самом деле, ведь человеком вот в этом мире руководят два противоположных желания. Это желание быть частью какой-то общности и желание быть одиночкой, и главное, что уникальным, да, вот уникальным. Да, 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 да. И вот это, на самом деле, каждый из нас, он как-то позиционируется вот между этими двумя полюсами. И просто я, конечно, тяготею вот к тому полюсу, безусловно, но это не значит, что нет людей, которые в большей степени чувствуют себя даже, быть может... Вот, опять же, если говорить про Ильфа и Петрова и посмотреть их письма, вот этот вот уровень единства, то, насколько они разные, в общем-то, люди, да, он, ну, чуть ли не завораживает от него. Еще более интересно, честно говоря, как люди вдвоем снимают кино. Поскольку я много пишу о кино, братья Коэны, братья Тавиани. Это нередко братья, заметьте, да, то есть это... Причем не близнецы далеко, да, то есть это, в общем-то, люди разного возраста. Это имеет какое-то значение. Вот, то есть за этим есть какая-то метафизика. В любом случае, одна голова, хорошо, а две лучше. Две лучше, да. А еще зачастую встречаются вот эти все скандалы, интриги, расследования, когда говорят о том, что под одним именем издаются разные люди, и что это легко прослеживается специалистами. Бывало, когда три человека одно произведение. Да, то есть... Джин Грин не прикасает. Вы для себя что-то такое отмечаете? Слушайте, ну, на самом деле, как правило, это происходит не в том сегменте литературы, который меня занимает. Это вот коммерческие романы, что-то такое, это не самое интересное. Но в целом, чтобы отметить это много ума не надо, есть такое понятие, как авторские варианты. Это, в общем, действительно, это очень простая задача определить, как это происходит. А сами вы почитываете вот так называемые коммерческие попсулы? Я не почитываю, но на самом деле... Жвачка для мозга. ...читателям вот такого рода литературы в том числе. В общем, короче говоря, главный герой романа Плавецнов, о котором мы с вами говорили, сталкивается как раз с этой проблемой. И он очень и очень удручен тем, что читают люди. И тем, что читают мало. Но у меня просто на это нет времени. Я не прочитал еще всех великих книг, чтобы тратить время на это. Я свои-то еще все не прочитал. Это тоже правда. Кто, кстати, является первым вашим... Вот первый человек, который прочитывает вашу книгу? Ну, это близкие друзья, как правило. То есть я показываю текст именно для того, чтобы просто понять, как это выглядит со стороны. Нервничаете в этот момент? Нет, уже нет. И сейчас уже точно нет. А чего вы ждете? Какого-то вердикта или ряда замечаний? Нет, ряда замечаний, конечно. Ряда замечаний, безусловно. У вас в ваших выступлениях и так далее, я много прочитал, вы много рассуждаете по поводу нейросети и настоящее искусство. Вот если вкратце так по этому поводу, просто многие занервничали, скажем, переводчики фильмов занервничали, потому что нейросети переводят. Я тебе больше скажу, были пойманы многие. И писатели, и художники. И песни появляются, которые спели уже ныне покойные исполнители, голоса и все. Вот ваше отношение к нейросетям. Все-таки может такое произойти? Когда-то говорили, кино убьет театр. Нет, не убило. Сейчас говорят, что нейросеть, в принципе, может труд многих и многих свести на нет. Зачем сидеть долго мучиться над музыкой, если нейросети может ее написать? И вот с книгами проводятся эксперименты, конечно, это на данный момент. Но статьи уже пишутся. Да, но еще немножко корявые все, но ведь развитие не стоит на месте. Поэтому вот ваше отношение все-таки нейросеть можно приравнять к искусству? Или все-таки искусство – это человек? В определенных аспектах я бы сказал, что да. Тут важно вот что. Мы говорим с вами о немножко разных вещах. Кино заменит театр – это немножко не про то. Мы сейчас говорим про то, что появился у людей совершенно новый инструмент. Как я вам сказал, я читаю часто лекции по литературе, в том числе мастерские. Но иногда я поглядываю, что делают другие люди. Мне просто интересно. И в действительности, недавно на западном Ютубе, например, появилось новое направление, новая тема, которая широко обсуждается. Авторам советуют, что им именно нужно делать для того, чтобы обходить фильтры, которые проверяют текст на авторство нейросети на Амазоне. Такой проблемы как бы раньше не существовало вообще. Вся штука в том, что, как мне кажется, нужно просто понимать, мы живем в удивительное время и в этом отношении тоже, и у нас появляется новое средство. Если вы его не используете и на него закрываете глаза, ну, мне кажется, что это ваше упущение, скорее, во всей этой истории. На самом деле, опять же, британские издатели когда-то публиковали статью о том, что нужно понимать, где-то в четверти выходящих книг так или иначе были использованы нейросети. Это не значит, что они написали эту книгу, да? Но вот что-то, что-то... То есть это скорее поиск информации? Нет, не совсем, не совсем. Она как раз может делать определенного рода, ну, обработку, аналитику и так далее. У меня только что на Московской международной книжной ярмарке была лекция о том, как бы что нейросеть может дать современному писателю, издателю и так далее. Ну, то есть, согласитесь, если... Это ничего не девальвирует на самом деле, вопрос не идет о замене. Ну, просто, если сейчас вы встретите писателя, который пишет пером и чернилами, вы подумаете, что он чудик, в общем-то, так или иначе. Вот, в общем, у нас появляется еще кое-что новое, да? И мне кажется, что это просто должно так... Вы должны знать, что это есть, и прибегать к этому при тех или иных обстоятельствах, когда это нужно. То есть писатель Лев Наумов, не исключено, когда-нибудь сам тоже будет прибегать к помощи нейросетей? Вот книга «Итальянский маршрут» Андрея Тарковского, о которой я говорил, это, безусловно, книга 21 века. Она использует огромное количество технических средств, но не нейросети, потому что она была немножко раньше сделана. Но я вам скажу честно, что чат G5 у меня открыт постоянно на данный момент, да. Знаете, так как Новосибирск и Санкт-Петербург, они, в принципе, побратимы, у вас поребрик, у нас поребрик хотя бы, да? Да, поэтому мы всегда с удовольствием ждем вас в гости с вашими новыми произведениями, с вашими выступлениями, рассказами об искусстве. И экранизацию тоже с удовольствием. И экранизацию тоже вашу ждем, конечно. Я тоже, я тоже. И большое спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам, благодарю. Спасибо.